Многопрофильный медицинский центр Генезис представляет Я категорически против. Прекрасно жили раньше и сейчас можно тоже прекрасно прожить. Без скальпелей, без этой резьбы по лицу, в конце концов, художественной. Не признаю я. Пластическая хирургия давным-давно это не только резьба, как ты говоришь, художественная по лицу. На сегодняшний день существует очень много малоинвазивных методик, которые позволяют решить большое количество эстетических проблем. И вот Софья Александровна, хирург-косметолог, тебе сейчас о них более подробно расскажет. Здравствуйте. Вот, Софья Александровна, скажите мне, как мужчине, как же можно поменять овал лица, либо убрать какие-то возрастные изменения, не прибегая вот к этим надрезам, шрамам и всему остальному? Ну, существует много, скажем, малоинвазивных методик. На мой взгляд, наиболее эффективно и пользуется все большей популярностью методика нитевой подтяжки. В отличие от классической хирургической подтяжки лица, нитевой лифтинг мало травматичен. Он не предполагает нанесение больших разрезов, не требует отслаивания кожного покрова и характеризуется быстрым периодом восстановления. В каком возрасте можно уже прибегать к этой методике? Эту методику можно применять в молодом возрасте, в возрасте около 30 лет. В данном случае используются чаще всего рассасывающиеся продукты, которые не только подтягивают, но прежде всего они улучшают тонус тканей, возвращают цвет, упругость, восстанавливают четкий овал лица. А в более позднем возрасте, конечно, следует отдать предпочтение нерассасывающимся продуктам. С их использованием мы получаем практически результат пластической операции. То есть поднимаются мягкие ткани, фиксируются на той высоте, в более выгодном для нас положении, и достигается эффект также молодого лица. Это больно вообще? Все это обезболивается местной анестезией. То есть это не страшнее, чем полечить зуб. Длительность ее непродолжительная – от 15 до 30 минут. Значит, по сути, есть обеденный перерыв на работе, можно сбегать и подтянуть себе лицо? Можно. Вообще, эта процедура является процедурой выходного дня. Насколько долго продлится эффект от этой процедуры? Достаточно долго – от 3 до 5 лет. Тем не менее, данную методику можно будет применять периодически для отдельных участков лица или повторять ее со временем. А вот я знаю, что существует еще одна методика, которая тебе, Виктор, обязательно понравится. Это когда пластические хирурги могут не только убрать лишнее, но и добавить его туда, куда нужно. Эта процедура называется липофилинг. Она означает, что можно брать жир, допустим, на животе или бедрах и располагать его там, где нам этого хочется, где нам нужно. И поскольку жир имеет факторы роста, получается еще грандиозный омолаживающий эффект. Главной особенностью и основным преимуществом методики липофилинга является стопроцентная совместимость пересаживаемого биоматериала, что помогает избежать аллергических реакций и отторжений. Постепенно собственный жир наполняется кровеносными сосудами и полностью приживается на новом месте. А какие проблемы легче всего решаются с помощью этого метода? Гипофилинг чаще всего применяется в области лица, кисти и рук, локти могут быть задействованы, грудь. А вот Виктор у нас мог бы стать хорошим донором, я так понимаю, в этой процедуре. Многопрофильный медицинский центр «Генезис». Современная эстетическая косметология. Ждем вас по адресу. Проспект Амирхана, 103. Запись по телефону 225-89-99. Субтитры создавал DimaTorzok